К началу холодного сезона для зверей в Чебоксарском зауголке подготовили теплые домики-вольеры. Как чувствуют себя мохнатые обитатели и те, кого природа не готовила к жизни в условиях средней полосы, расскажем прямо сейчас. Ну что, на зимние квартиры? В зауголке Ковчег лебеди на зимовку переехавшие из Чебоксарского залива освоили и мини-залив, небольшой бассейн, и стильную деревянную веранду. Но с особым удовольствием после водных процедур пернатые греются в новом вольере. Тепло многим обитателям зоопарка в детском парке Николаева осенью и зимой просто необходимо. Сурикаты, змеи, черепахи перепадов температур просто не выдержат. Зато вот за песцов, енотов и лис и даже за верблюда Гаврюшу переживать не стоит у всех к сезону отросла густая шерсть. Верблюды вообще-то двугорбые. Это же не арабские одногорбые верблюды. Двугорбые, они живут же в Калмыкии, на границе с Китаем. А там, в общем-то, перепады бывают до минус 50 зимой. Для него наша зима достаточно мягкая, поэтому никаких проблем у него не возникает. Гаврюша очень сильно обрастает в зиму, но это можно своими глазами прийти и посмотреть. Верблюжья шерсть же пользуется спросом для обогрева. Все же, кого нужно обогреть, получили на прохладный сезон прописку по новым адресам внутри зооуголка. Всех самых нежных мы уже переселили. Все с отоплением, все хорошо. На очереди у нас только Павиан. Он и сейчас у нас с отоплением, то есть теплое помещение у него есть, но он скоро переедет в Большое после подготовки. Соседи Павиана по зимнему домику, пеликаны, уже вовсю освоились в обогреваемом вольере. А через большие прозрачные стекла взрослым и детям даже удобнее наблюдать за обитателями Чебоксарского ковчега. Анна Филиппова, Екатерина Янгалакова, Вести Чувашия.